Продолжение следует... 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 Как выйти, как его фамилия? Питаю тут в кондукторши, как его фамилия. А вона, значит, каже, номер автобуса, иди в горы с полком и узнавай, что хочешь. И он, значит, тут каже, ну, в общем, я уже не призведу, кто это мне тут каже, что они не боятся горы с полкома, они не это, иди, узнавай, иди, жалуй, что им на все это наплевать. То есть они не представились, ни фамилию вам не сказали, ничего? Не сказали вони ничего. Сказали, он бери номер этого. Який номер автобуса? Вы взяли? Да, сейчас я вам скажу номер автобуса. Время, и как он выглядел, той водитель? Ну, могу десь возраста. А, есть. 07-84. Это было 14-го, 04-го, 17-го года. В 11-34 он выехал из Жуковского. 23-й. Конечно, мне это на сколько... А как он выглядел на вид? Ну, 50-60, вот так, вот так десь он выглядел. Ну, я хочу сказать, это ему не первый раз обзывать так. Это, понимаете, ни с этого, ни с того. Это я уверена. И даже он не только меня, я тоже уверена. Понимаете, никакого наказания ни где, ни откуда он знает, что не будет. И говорит, иди жалуйся. Я, может, и правда тоже не жаловалась. Ну, так как я уже встала на универмаге, мне это... А что, вас высадили на универмаге? Нет. А вы сами? Я сама встала. Моей в третью поликлинику надо, я сама встала. И поэтому думаю, хорошо. Я иду в горы с полком. Пошла я в горы с полком. Меня направили в 30-й... Это была пятница? Да. Пятница. Пятница. 14-го числа. 30-й кабинет, мне сказали. Я пошла в 30-й кабинет того, что веда не было мужчины. Там женщина... Ну, мне, конечно, все это... Я, конечно, разговаривалась. Ну, обидно, мне кошмарно. За что ж мне вот так? О, и это... Вона сказала, я все, вам перезвонять, все, я ему скажу, кто это ведает. Меня действительно перезвонили с горы с полком от 30-го кабинета мужчины. И он сказал, я созвонился с хозяином этого автобуса. Хозяин пообещал, что он будет наказан. Я говорю, а как его фамилия хоть? Я не могу... Это, он... Ну, я не знаю фамилии. И вот даже то, что я не знаю фамилии, он будет наказан. Мне кажется, это тоже. Так, как всем пассажирам, все это без дела. Мне кажется, и тут никакого наказания он не будет. Поэтому вот я хочу и вам это сказать. Что хочу. Того, что неадекватный. И он мог меня убить. И он мог следующую убить людину. И так далее. Что ему это не первый раз. Поэтому, мне кажется, если людина адекватна, просто так, матюки, и за что? Вот если бы он сказал мне, я, значит, ну, так получилось, зажал там тебе. Ну, все. Получилось, то и получилось. Но обзывать, значит, это не впервые. И, значит, это действительно надо психиатра ему пройти. С адекватной психикой. Такого жаргона, именно бандитского, именно это. Ну, я даже не знаю, кто бы таки мог сказать. Я вообще дожила до своего от такого даже не слышала, чтобы кто-то вот так обращался. Ну, это все, что я могу сказать. Я хочу ему наказания. Я хочу разбирательства. Как бы вот еще обратиться к людям, которые ехали, себя так ведут, что лишь бы ехать своя рубашка ближе. Так вот поэтому, он и дальше это. От людей. И то, что я по телевизору бачила не только в Нікополе. Именно так, что им надо ехать. Вони готовы выкинуть его из автобуса. Ну, и готовы и вас из автобуса. И меня были готовы выкинуть из автобуса. Это точно. И я вот, понимаете, насколько это повторяется, это парно случаев, что они тоже готовы лишь бы поехать дальше и меня выкинуть. Вот, как бы они все, они что, все чули, весь автобус, что он сказал. О, поэтому, поэтому и власть его наказать, я сомневаюсь. И люди так, пока мы вот это будем вот так равнодушны, ну, поэтому, что я, вот, то, что я жалуюсь, то, что я пошла это, поэтому, как бы кто-то это был другой, я бы тоже не была равнодушна, это честно говорю, я бы заступилась. Поэтому я со своей колокольней сужу, что считаю, все должны именно стать на бог справедливости. За что ты обзываешь? Во-первых, ты всех прижав. Это же не то, что я на последнюю ступеньку вскочила и залетела у отходящий автобус. Я стояла на остановке и заходила. Как бы, как? Он сначала должен закрыть двери, а потом же трогаться с места. Ну, я вам скажу, что именно так. Он начал двери закрывать, люди заходят, он их закрывает. А тогда замовчи падло. Я, когда это, замовчи падло. Понимаете, ну, я не буду повторяться, опять же, все эти, я единственное хочу, не, вернее, я считаю, что такие люди, им лечиться надо, а не возить людей. И я уверена, что если ему все так пройде, уверена просто, что если ему пройде, будет то, что я смотрела по СТВ, что следующий, вот если бы это был мужчина на моем месте, он бы его так же, это, и он бы его выкинул, водитель выкинул. Мужчина бы огрызался, того, что он бы не потерпел, насколько я думаю. Ну, я не огрызалась, я единственное, я просто была шокована. Огрызаться, и вообще у меня такого жаргона нема. О, ну, и люди, конечно, что водителя надо проверить, лечить и отстранить, ну, людям, вот, ну, я призываю просто всех людей, что те, что было со мной, может быть с любым другим. Ну, как так можно быть равнодушным?